Приветствую, друзья. Ровно 20 лет назад, 19 февраля 2003 года, когда нас еще не просвещали с помощью расследований в БК, проекта, инсайдера и важных историй, я выпустил первое в России расследовательское видео про Путина и его коррупцию. Ютуба и коптеров для съемок тогда не было, и поэтому видео было опубликовано сразу на центральных каналах и с минимумом спецэффектов. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов. На той встрече в Кремле я хотел привлечь внимание Путина к явной коррупционной сделке с участием государственной Роснефти, его друга Сечина и бывшего заместителя министра финансов Вавилова. В начале 2000-х ушедший с госслужбы Вавилов внезапно стал владельцем небольшой нефтяной компании «Северная нефть». Затем эта компания неожиданно обогнала всех крупных нефтяников в борьбе за перспективное месторождение с большими запасами «Вал Гамбурцева». «Северная нефть» не ставила целью сама разрабатывать месторождение. Владелец компании Андрей Вавилов почти сразу стал искать покупателя на свой бизнес. Предлагал купить и нам ЮКСУ. Предлагал за 200 с небольшим миллионов долларов. Мы посчитали экономику и решили, что цена сильно завышенная и отказались от покупки, как сделали и другие наши коллеги. Каково же было наше общее удивление, что государственная Роснефть под кураторством Сечина не просто купила северную нефть, но и заплатила за нее 600 миллионов долларов. Если всем предлагали купить за 200, а Роснефть купила за 600, то дополнительные 400 миллионов они, значит, пошли куда надо. Об этом говорит простейшая логика с арифметикой. Все нефтяники были уверены, что 400 миллионов пошли Сечину на тот момент замглавы администрации президента. Бизнес-сообщество, мягко говоря, прифигело. С такой наглой, открытой, масштабной коррупцией во времена Ельцина нам сталкиваться не приходилось. Да и в целом, всем тогда хотелось становиться прозрачными, выводить акции на разные биржи, всем нужны были аудиты и независимые директора. В общем, коррупция все сильно усложняла. После обсуждения на РСПП было решено вынести вопрос на встречу с президентом, и докладчиком в конечном итоге выбрали меня. Уже в ходе доклада стало понятно, что Сечин был не единственным и не главным получателем отката в 400 миллионов долларов. Реакция Путина не оставляла сомнений. Он был в курсе коррупционной сделки и санкционировал ее. Как потом оказалось, откат был вообще просто для него. Я возвращаю вам вашу шайбу. Тут, вероятно, надо пояснить. Из нынешнего, 2023 года, коррупция Путина не кажется чем-то удивительным. Удивительным кажется тот факт, что взрослые и, в общем, ушлые люди, а материалы к встрече готовили все крупнейшие бизнесмены того времени, а также Александр Волошин, Дмитрий Медведев, не верили в путинскую коррупцию. Но тогда, в 2003 году, прямолинейная и тупая коррупция первого лица была дикостью. Сам Ельцин, вы сегодня не поверите, не брал взяток. Окружение и его семья наверняка имели свой интерес. Сам никогда. И это даже не вопрос личной честности. Просто пост президента, он всегда был про власть, про амбиции, про возможности для их реализации. Царь и взятка? Ну, такое не укладывалось в голову. Он же хозяин. Большие взятки и откаты крутились вокруг регулирования долгов, ремонта Кремля или подрядов на обслуживание РЖД. А позиция президента это про другое. Если президент хочет сделать что-то масштабное, то у него есть ресурсы всей страны. Красть там, где ты хозяин, ну, как-то глупо. Легализовать наворованное будет очень сложно, в могилу много не унесешь. В общем, как это ни странно звучит сейчас, в 2003 году мысль о личной коррупции Путина не была очевидной ни для кого. Мой антикоррупционный доклад Путин воспринял как покушение на свою власть. Почти сразу после той встречи в Кремле он отдал распоряжение накопать все, что можно на меня, моих бизнес-партнеров, сотрудников и на саму компанию ЮКУС. Первым был арестован сотрудник службы безопасности ЮКУСа Алексей Пичугин. Но он в тюрьме уже 20 лет. 2 июля 2003 года с больничной койки в Лефортово забрали моего друга и партнера Платона Лебедева. 25 октября 2003 года на взлетной полосе Новосибирского аэропорта был задержан я сам. Дальше были еще аресты, предъявления липовых обвинений, разгром ЮКУСа, продажа многомиллиардных активов за копейки к какой-то подставной фирме, зарегистрированной в Рюмочной в Твери. Были наконец 10 лет и 2 месяца различных СИЗО, пересылок, судов и колоний от крайне западной Карельской Сегежи до границы с Китаем и Монголией в Краснокаменске. Но 19 февраля 2003 года не просто началось дело ЮКУСа. Этот день стал поворотным для истории страны. В этот день Путин сделал окончательный выбор, выбор в пользу коррупции. Его дворец в Геленджике, как красиво показано Алексеем Навальным, или миллиард долларов, полученные от Ямал СПГ, были анонсированы в этот день. Этот день стал прологом для репрессий против политических противников, запустит механизм отъема собственности у неугодных, легализовал использование любых уголовных обвинений против оппозиции. Дело ЮКУСа началось 19 февраля и стало поворотной точкой путинской политики и модельным примером для последующих репрессий. Почти все репрессивные практики, которые мы видим последние 20 лет, были опробованы на деле ЮКУСа. Использование уголовных претензий к коммерческой деятельности для прикрытия политического аспекта, как в деле Навального и Фраше. Посмотрите, эта практика началась с моего первого дела и таких же обвинений в мошенничестве. Взятие заложников из числа близких и родственников своих оппонентов, как это было с братом Алексея Навального или с отцом Ивана Жданова, проходил с арестом моего друга Платона Лебезева, который и сейчас по сути является заложником Кремля и не может выехать из России из-за отмененного ЕСПЧ гражданского иска. Прямо сейчас мы видим, как у попавших в политическую опалу Абызова и Магомедовых отобрали многомиллиардные бизнесы. Это тоже началось с дела ЮКУСа. Собственно, поэтому ЮКУСа-то и больше нет. Отобрали и раздербанили. В деле Керафлеса Алексей Навальный столкнулся с практикой искусственной криминализации обычной хозяйственной деятельности. Эта модель была опробована на моем втором деле о хищении всей добытой ЮКУСом нефти. А содержание в СИЗО тяжелобольного Василия Александяна ради показаний стало прологом для многочисленных пыток оппозиционеров на досудебной стадии. Все эти ШИЗО, как наказание за публикации, слежка уже на зоне, запрет сидельцам с тобой общаться, все это отрабатывалось на мне и моих друзьях, а теперь концентрированно используется на других политзеках. Надеюсь, что до удара ночью ножом в лицо, как случилось со мной, дело у них не дойдет. Так можно перечислять до бесконечности. Большая часть репрессивных идей и практик, которые вы видите сегодня, были опробованы на ЮКУСе. На мне, на моих коллегах и друзьях. Дело ЮКУСа – важнейшая поворотная веха в развитии путинского режима. Но дело ЮКУСа родилось не столько из антикоррупционного доклада на встрече членов РСПП с президентом, и даже не столько из коррупции Путина, на которую я так получилось публично обратил внимание. Дело ЮКУСа началось из-за того, что вся власть в стране принадлежит только одному человеку, что позволяет этому человеку использовать свой пост для коррупции и расправляться с оппонентами, которые эту самую коррупцию обличают. Эта же концентрация власти в одних руках привела и к войне против Украины. Если нет системы сдержек и противовесов, если нет разделения властей и полномочий, то страхи, заблуждения, пороки, наконец, одного человека ничем не ограничены. И тогда между пятым и шестым сроками на высшем посту ему вдруг захочется сохранить власть, оставить след в истории, поднять популярность. И вот тогда случается война. 19 февраля 2003 года я выступил в Кремле с докладом против коррупции, которая являлась следствием монополизации власти. В феврале 2007 года Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности со знаменитой речью. Весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. Речью, которая вошла в историю и стала прологом его агрессивного антизападничества. Это выступление дало старт той политике Путина, которая привела к войне с Грузией, аннексии Крыма, дестабилизации Донбасса и к полномасштабному вторжению в Украину. Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государством. Ну кому это понравится? Кому это понравится? 20 лет спустя после моего выступления в Кремле, через 16 лет после речи Путина в Мюнхене, я еду на ту самую Мюнхенскую конференцию по безопасности. Официальные приглашения на конференцию обычно отправляются главам государств и правительств. В этом году впервые в истории на Мюнхенской конференции по безопасности от России будут участвовать только представители демократической оппозиции. Через 20 лет после встречи в Кремле я буду выступать на мероприятии, где Путин произнес знаковую милитаристскую речь. Я буду убеждать мировых лидеров и экспертов, что беды России не в самой стране, не в какой-то особенности русских людей. Русские люди – люди как люди. Беда, как и 20 лет назад, в неправильном устройстве и политической власти в стране, и в концентрации власти в одних руках. Я буду убеждать политиков и журналистов, академиков, что с Россией и русскими можно и нужно иметь дело, но нужно делать ставку не на личность очередного доброго царя, и не на искусственный развал страны, который неизбежно приведет к возникновению нового диктатора, а на изменение структуры власти в стране в пользу парламентаризма и федерализма. К счастью, в 2023 году многие уже готовы прислушиваться и воспринимать эти подходы. И это помогает мне не жалеть о том выборе, который я сделал 20 лет назад. Счастливо вам! Делайте, что должно, и не жалейте о последствиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!